всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать для вас влог немного обо всем все как обычно у нас питере немножко спала жара ну как сегодня 28 должно быть до этого было 32 33 в городе по-моему даже 35 но вот у нас по крайней мере я на градусники не заметила что дошло до 35 а в черте города говорят что да было 35 это конечно ужасно дышать нечем у нас питер стоит на болоте и конечно просто выходишь на улицу ветерка нет и понимаешь что просто не хватает воздуха это конечно да вот но ничего страшного справились и я практически не загорала я единственное что после бассейна немножко находилась то есть но укуналась бассейна чтобы себя как-то остудить и немножко находилась на солнышке и я очень загорелая никогда так питере не загорала мне кажется вот но неважно сейчас сняла для вас 4 видео два из них это два из них до два из них это по запросу по вашим запросам так что завтра планирую поехать магазин лента до этого не ездила я сюда в местный магазинчик покупала то что нужно доели все свои все запасы до особые есть и не хотелось фрукты в основном покупала вот у меня уже помидорчики начались спеть в тепличке моей и огурцы и у меня фасоль это стручковая уже даже баклажаны снимала я и перец снимала то есть мы уже вовсю едим мой огород и вовсю едим мой огород можно так сказать нет девочки вы поняли о чем я когда урожай с огорода едим вот ну и соответственно плюс я практически ничего только фрукты покупаю и том и тут и малину уже все съели с мальчишками клубнику все съели в общем питаемся такими все что выросло той едим вот но много что закончилось бытовая химия закончилась так что завтра поеду в ленту и будет видео про ленту все обязательно все обязательно будет девочки буду сидеть сейчас монтировать монтировать и загружать и кому какие темы интересные такие вы и смотрите да вот надеюсь что вам будет интересно вот но первым наверно загружу загружу этот влог а потом уже потихонечку все остальные видео вот что сегодня сейчас я вам хочу показать на днях ко мне пришел заказ faberlic там в основном у меня бытовая химия давайте я снимала давайте вам сейчас покажу заказ faberlic значит как всегда начну с бытовой химии заказала вот четыре кондиционера разных с разными ароматами на самом деле очень нравится мне эти кондиционеры с огромным удовольствием используя вот взяла в этот раз и такие там что-то на них акция по моему какая-то была поэтому я взяла вот такие все классные ароматы мне очень нравится особенности я люблю вот этот вот кондиционер он действительно сохраняет цвет тканей очень классный вот и взяла еще вот такое средство для ванной комнаты тоже очень люблю для такой вот уборки в ванной вообще обожаю мне на первом этаже и на втором этаже есть всегда вот это средство у меня есть всегда также там была акция что-то два там средства намного дешевле в общем получается мыло для кухни тоже мне очень нравится запах рыбы чеснока все очень удаляем удаляет срок действительно классные вот такое я взяла красный гранат и немножко помялась у меня в коробке но ничего страшного я все равно переливаю дозатор есть и вот такой аромат яблока тоже очень классные мыло для рук всегда их покупаю и пятна выводители которые я использую как раз таки вот для воротничков для области подмышек скажем так спортивную одежду да вот устранить запахи какие-то даже на обувь бывает попрыску очень мне нравится застарелые конечно же вот это не уберет средства вот но вот такие свежие пятна попшикал 15 минут полежал бросил стиральную машинку действительно все стирать мне очень нравится вот два себе взяла конечно же моя любимейшая тушь я себе ее взяла в запас и сейчас конечно не крашусь но чтобы она у меня была сразу скажу артикул 5248 постоянно вы спрашиваете у меня про нее и faberlic каталог вот такой эти какая-то большая летняя распродажа будет надо будет обязательно пристать и вот по вашим рекомендациям и я взяла себе как раз таким парфюмерию вот одна девушка мне рекомендовала вот этот мурмур сейчас откроем вместе с вами попробуем и вот такой вот еще взяла что-то они были там совсем по акции у меня по моему какой-то один из них был вот такой tropic story и и вот такой здесь маленькие бутылочки по моему 15 миллилитров вот сейчас посмотрим сейчас я распакую вот попробую и скажу как мне нравится или нет вот но артикулы конечно же как всегда оставлю вам внизу инфобоксе пришла в эту комнату здесь у нас прохладнее надеюсь никого не буду смущать тем что я сижу в купальнике сняла мальчишкам постельное белье бросила стирать сейчас как раз и кто-то мне когда-то давно давно говорил что постели как бы когда меняешь постельное белье все вот это вот должно проветриваться то есть нужно оставлять я всегда оставляю до вечера не за не за стиль в общем ним не одеваю свежее белье свежие я уже одеваю вечером у чего поняли меня да девочки вот хочу пару слов сказать про ароматы хотя сейчас в жару на мой взгляд немножко неадекватно неправильно воспринимая какие-то ароматы по крайней мере новые для себя насчет вот этих вот ароматиков я я наносила их вечерком вот прикольные ароматы девочки знаете это такая некая как я люблю говорить молодость в душе да ты когда просто чего-то такого хочется здесь по 30 миллилитров просто хочется чего-то такого слегка сладковатого слегка свежего слегка водного такого незатейливого достаточно простого ну вот хочется чего-то такого почему бы и нет я считаю и что это имеет место быть как и для молодых так и для не очень девочек 30 миллилитров выпшикал и все единственное что у меня вот из этой линейки был такой же это вот у меня такой получается фиолетовый и а вот такой оранжевый у меня еще был желтенькой такой полосочкой давно аромат он был такой более цитрусовый но тоже слегка сладковатый он у меня держался не более двух часов то есть это такое вообще что-то легкое ненавязчивое вот этот более водный аромат а вот этот более такой сладковатый что ли вот но принципе они чем-то похожи между собой приятненькие классные что-то там недорогая цена была вообще супер и вот этот вот по совету одной девушки во первых вот этот вот помпончик да классная история вот мне очень нравится и вот этот помпончик его можно отсюда снять и повесить например как брелочек на ключе или куда-нибудь не знаю мило милый флакончик согласитесь очень милый и это реально аромат ирисок вот девушка мне написала что и очень нравится этот аромат это аромат ирисок до этой риски вот так вот пахнут и риски представляете очень классно тоже парфюм у меня видите коробку но она у меня была помятой плюс еще у меня джуси моя собачка ее съела вот поэтому коробочки но коробочки выбрасываю я не храню эти коробки вот поэтому вот этот ароматик вообще классно но мне кажется сейчас я им не пользуюсь я буду пользоваться наверное конец сентября в октябре нет нет да буду обязательно наносить этот аромат на себя потому что он прикольный это аромат ирисок вот и риски чем не химозная такой девочки реально и риски очень классный аромат так что вот этот вот я те кто любит сладенькие ароматы кому нравится и риски и девочки вот это вот классный аромат да просто не знаю нанести на себя дома поднять себе настроение но это уже такое сентябрь октябрь где-то примерно вот туда вот потому что сейчас в жару в 30-30 сколько у нас было да я сказала что в городе было до 35 у нас 33 вот я видела хотя муж говорил что было 34 даже у у нас такую я вообще никакие ароматы не наношу только если вечером это по настроению вот так что про ароматы рассказала прикольное спасибо спасибо кто посоветовал мне вот этот ароматик вот но буду дальше знакомиться с парфюмерии фабрилит мне на самом деле интересно тем более вы у меня неоднократно спрашиваете про эти ароматы еще хочу сказать пару слов немножко опять болтаю опять много болтаю девочки извиняюсь вот пару слов не одна девушка написала комментарий что она очень хотела бы посмотреть как я делаю маникюр и я такая хорошо типа я сниму обязательно да и при этом я была уже вот уже переделала себе маникюр ну только я так могу как бы ответить но я вначале хотела снять один ноготь и заново его накрасить и показать вам но честно признаюсь очень душно жарко невозможно я еле-еле себе переделала тут и накосячила конечно же как всегда вот я не мастер маникюр я уже говорила и не это не училась даже для себя вообще никакие курсы маникюра не ходила училась по видео какие-то на ютубе что-то вы мне советовали вот и таким образом это я делаю гель-лаки я сейчас сейчас стало прохладнее вечерком вообще хорошо дует ветерок я сейчас очень много стала ну вот всю эту жару которая у нас была я в огороду только приходила там что-то собирала и уходила до мужчины мои поливали вообще ничего не делала в огороде потому что было просто невозможно и сейчас стало прохладнее я естественно навожу уже порядке в огороде и так далее и я сейчас наковыряюсь я вот уже вчера там обрабатывала малину и вижу что да уже подпортил немножко маникюр и сейчас я доделаю буквально не знаю через неделю наверное вам и сниму как я буду переделывать вот этот маникюр так что я надеюсь что что вы не обидитесь да потому что я пообещала а теперь откладываю как всегда вот так что вот такая вот история ссылочки по поводу фаберлик все артикулы все я вам как всегда оставлю внизу в инфобоксе и и и и и и и и и Еще, девочки, забыла. Хотела ответить на вопрос по поводу окон, которые у нас находятся в нашей гостиной а-ля столовой, которую я вот снимала предыдущий влог, была уборка, вы ее могли видеть. Окна, холодно ли от них? Вообще, как-то девушка назвала их витражные. Нет, это обычные окна, просто вот такие под заказ были сделаны, да. И не холодно ли в этих окнах, не холодно ли там в помещении? Но помещение, оно стоит как бы у нас не в центре дома, да, немножко обособлено, как бы такая пристройка, я бы так это назвала. Вот, и полы у нас сделаны фундамент плитой бетонной, вот. Соответственно, мы включаем там теплый пол и помещение достаточно теплое, за счет, наверное, теплого пола. И летом там не сильно жарко, то есть там не сильно душно, особенно когда я такой сквознячок там устраиваю, вентилятор тут оставлю. И, в принципе, очень даже неплохо. Окна эти у нас как бы непростые, можно так выразиться. В общем, муж мне объяснял, объяснял, я у него тут спросила, ничего не поняла, я одним словом скажу, по-простому. В общем, там эти окна с системой, во-первых, защита от ультрафиолета, это раз. Во-вторых, там такая система, что когда на улице холодно, они не пропускают тепло изнутри, да, то есть из дома. И когда на улице жарко, они как бы не пропускают вот жар как бы внутрь. Ну, как-то вот так вот там сделано, какая-то специальная, там что-то там специальное такое есть. То есть окна сами по себе достаточно дорогие, но они стоят того. И как-то так. Единственный их минус, это то, что приходится, конечно же, их мыть. И мыть это такое, не на 5 минут дело. И как я их мою? Чаще всего я что-нибудь, ну, намыливаю, швабру беру, намыливаю, ну, как бы распшикиваю вот какое-нибудь моющее средство. И если не сильно грязно, то вообще просто водой, потому что у нас дом стоит в центре, как бы в глубине участка. И машин у нас тут не так много ездит, как, например, в городе, я помню, в городе мыло окна, там протираешь со стороны улицы, у тебя тряпка аж черная вся. У меня такого здесь нет. Пыль садится какие-то, особенно когда цветут всякие растения, да, вот эта пыльца стоит. Так я вообще тогда просто водой и потом вытираю водой из шланга, да, просто поливаю и протираю потом на сухотряпочкой, соответственно. Если сильно загрязненные, то я просто развожу в воде это моющее средство для мытья посуды. Так вот прыскаю, вот все, и потом немножко швабры с тряпочкой так прохожу и просто опять шлангом поливаю, вытираю насухо. Вот и все. С внутренней стороны могу средствами для мытья стекла. Подоконники достаточно часто у нас спачкаются, потому что туда и дети лазят у меня, особенно младший, и собака там иногда сидит, и коты сидят, вот, и цветы у меня там стоят, вот. Так что вот подоконники намываю чаще всего. Ну и, естественно, там какая-то грязь от цветов и так далее и тому подобное. В общем, с этим, я думаю, понятно, но помещение мы это очень любим, мы практически все время в нем и находимся. Очень такое уютненькое. Насчет камина, хотим ли мы там построить камин. Я вам сейчас ставлю, ну, покажу видео, да, как это выглядит все снаружи, вот, насколько это будет возможно. Но я уберу звук, потому что, когда я сейчас снимала, вот как раз вам, у нас тут и косят, у одних музыка играет, но это за город, да, все люди отдыхают, приехали сюда. Соответственно, как бы, ну, меня YouTube просто не пропустит, а как косят, там меня не слышно. Я сейчас посмотрела этот кусочек видео. Вот, вставлю, в общем, вам покажу. Вот, насчет камина хотел ответить на вопрос. Мой муж против дровяного камина, потому что ему нужно ломать, придется ломать крышу для того, чтобы сделать такой камин. Вот, но электрический, может быть, когда-нибудь я очень хочу камин, вот, может быть, когда-нибудь электрический мы все-таки и поставим. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Это же все, конечно же, траты, поэтому мы все делаем постепенно, так сказать, по мере возможности. Ну, грубо говоря, подкопили денежки, сделали что-то, подкопили там, сделали что-то, ну, и так далее. Как и все, наверное, делаем то же самое. Вот, и много что у меня муж делает сам, с собственными руками, он еще при этом работает, поэтому здесь еще и опирается у нас во время. Вот, он делает все сам, хочет все делать сам, я не против. Вот, как-то так. Вот, сейчас покажу, вставлю вам, покажу, как смотрится снаружи вот это помещение. Субтитры подогнал «Симон» Еще, девочки, хочу вам показать, сейчас у меня приехал муж, я его попросила забрать мой заказ сайта «Фарма Косметика». Это доставляет мне до пункта выдачи боксбери, много раз говорила, я не сотрудничаю с этой компанией, все покупаю на свои деньги, и, соответственно, у меня нет никаких промо-кодов и тому подобное. В общем, ловите, девочки, скидки. Сейчас давайте покажу, что у меня здесь. Так, и вот, что я заказала. Я заказала шампуни для своих мужчин, заказала им вот такой, хотя мне вот эта марка не особо понравилась. Муж мылся моим шампунем, ему понравился. Я заказала вот такой, это шампунь. Это шампунь и, вот видите, тонизирующий шампунь и гель для душа 3 в 1 для волос, бороды и тела. Вот, у меня моется, ну, как бы моет все, короче, одним средством. Ну, как у многих мужчин, наверное. Вот, и старший сын, и младший иногда берет тоже с них. В общем, все у меня моются. В общем, купила для мужчин вот такой вот. Вот, и я, кстати, иногда могу мужские брать. В общем, не знаю, понравится, попробует, понравится, потом вам расскажу. Вот такой, это не первый раз я покупаю мужа. У него, ну, что сейчас, может быть, из-за жары появилась немножко перхоти, поэтому я ему купила, я уже как-то ему покупала вот такой от Виши, вообще от Виши. Люблю шампунь и себе тоже потом закажу, когда мои подзакончатся обязательно. Очень классные вот такие вот для жирной кожи взяла, потому что сейчас жарко и быстро тоже волосы. Хотя, мы уже короткие волосы, поэтому, не знаю, в общем, вот такой вот. Но я ему подобные уже покупала, только, по-моему, тюбик был поменьше. Здесь у нас, здесь у нас, не знаю сколько, 390 миллилитров, по-моему, был тюбик у меня поменьше, без дозатора. Но мужу очень понравилось, он сказал, мне вот с таким дозатором. Вот, поэтому взяла ему вот такой. Себе я взяла вот такую умывашку, у меня что-то все подзакончилось. Вообще, это для жирной и чувствительной кожи. Я беру в качестве умывания вечернего умывания, и мою сухую кожу вообще нисколько не стягивает. Вот у кого есть проблемы с высыпанием или жирной кожи, я вам очень советую. Он действительно бережно очищает, и при этом очищает очень-очень хорошо. Тоже не первый раз заказываю. Нравятся мне вот эти умашки от Ларош Пазай, от Виши, тоже прикольные. Вот, но в этот раз взяла на него, по-моему, акция хорошая была, поэтому я взяла 200 мл, мне надолго хватает. Использую как вечернюю умывашку, с утра я что-нибудь помягче обычно, какую-нибудь пеночку использую. И здесь у меня два вот таких вот тоже пробника, обязательно попробую. Это какая-то ночная, по-моему, ночной крем, если я не ошибаюсь. Не знаю, здесь есть на русском или нет. По-моему, нет, но там было написано, что что-то ночной, какой-то регенерирующий крем, или что-то вот в этом духе. Вот, крем какой-то, антивозрастной, типа, всякое такое. В общем, почитаю, попробую, если понравится, то тоже вот эту марку, мне кажется, я не пробовала ни разу. И вот такое вот еще средство. Это нежная невесомая формула для тонких волос с антивозрастным эффектом блеска, глубокого питания и эластичности. Такие я для волос тоже всякие люблю. Это желе-масло для волос. Вот такое вот тоже обязательно попробую. И вот эту марку я тоже ни разу не пробовала. Если понравится, то обязательно закажу себе. И вот такой вот антимикробный гель для рук. Мне кажется, его последнее время, последний год все время дают. Тут у меня их очень много, и в машине валяется, и мужа в машине валяется. Но это очень актуальная вещь. И просили меня показывать по ценам. Вот у меня что получилось. Да, получилось, я оплатила доставку в этот раз. Но была какая-то у меня акция здесь. Вот такая стоимость. То есть вот этот вот литровый целый литр шампуня 1700, висший 1149 и очищающий гель 736 рублей. Недорого и при этом очень хорошо работает. Но такую литрушечку моим мужчинам как раз они с удовольствием у меня используют, наверное, за полгода. Вот такая сумма у меня получилась 3880. Да, доставка 280 рублей. Ну и ссылки на всю продукцию я, как всегда, внизу в инфобоксе оставлю вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...